Добрый день, меня зовут Евгений, я сервис-инженер компании DX-системы. И сейчас я расскажу вам о реографическом комплексе ReoTest производства нашей компании. Для начала все же пару слов, что такое реография. Реография это неинвазивный метод непрямого исследования центральной и региональной гемодинамики. Сама реограмма, которую мы получаем, это графическая запись изменений электрического сопротивления тканей и при пропускании через них слабого электрического тока высокой частоты. Другими словами, чем больше приток крови к тканям, тем меньше их сопротивление. И мы изучаем пульсовые колебания электрического сопротивления и их записываем и анализируем. Первое, что хочется сказать, это то, что реография отражает объемные изменения пульсового кровенаполнения, производные от бокового артериального давления, в то время как ультразвуковое доплерографическое исследование содержит информацию о скорости и профиле скоростей кровотока. Второе, это то, что получаем информацию о линейном кровотоке в конкретном сосуде, который должен быть крупным, не менее 2-4 мм в диаметре. То есть в этом методе мы ограничены в количестве сосудов и их локации. Реография дает общее представление о состоянии всей совокупности артериальных сосудов исследуемого участка и о состоянии сосудов различного калибра, от крупных магистральных до артериол и капилляров, чего в принципе не может дать доплерография. Следующее, что хочется упомянуть, это то, что реография исследует весь сосудистый бассейн, а доплерография определенную зону магистрального сосуда. Доплерография дает информацию о процессах, преимущественно приводящих к сужению просвета сосудов, а реавазография – это реография конечностей по физических свойствах сосудистых стен. Доплерография более чувствительна к структурным нарушениям относительно крупных сосудов, а реография больше отвечает на вопрос о достаточности или недостаточности функции кровенаполнения исследуемого участка. Также информация, получаемая при доплерографии, может быть необходима для решения вопроса об уровне, размерах и характере оперативного вмешательства. В свою очередь, реография позволяет решать вопросы о прогнозе, необходимости, возможности и прогностической эффективности лечения. Ну и наконец, качество проведения доплерографии напрямую зависит от подготовки специалиста, в то время как реографическое исследование мало зависит от исполнительной методики. На самом деле, эту методику может записать даже медсестра. Ну и также следует упомянуть, что доплерография и реография – это два взаимодополняемые метода. Теперь перейдем к основным методикам, которые мы можем записать с помощью этого прибора. Реоэнцефалография – это одна из самых часто используемых методик. Это метод исследования кровенаполнения головного мозга. И основными показаниями для проведения этой методики могут быть ишемия головного мозга, мигрень, эпилепсия, инсульты и состояние после инсультов, гипертонический криз, десциферкуляторная энцефалопатия, закупорка и листиноз внутренней сонной артерии, шейный остеохондроз и другие. При всей безопасности и безболезненности процедуры у этой методики все же есть ряд противопоказаний. Первое – это то, что ее проведение нежелательно у новорожденных детей. Второе – не рекомендуется пациентам, если у них на коже головы и в месте наложения электродов есть выраженные повреждения, грибковые поражения, ссадины и тому подобное. И третье – это наличие металлических пластин в костях черепа. Следующая методика, также которая часто используется, это методика реовазографии. Это метод диагностики состояния сосудов конечностей, оценки движения крови в них. Это современный, неинвазивный метод исследования динамики пульсового кровенаполнения органов и тканей или отдельных участков тела. Этот метод является чрезвычайно ценным при исследовании заболеваний периферических артерий, сопровождающихся частичным сужением или полной окклюзией сосуда. По результатам данного исследования можно судить о нарушении кровообращения чаще всего обусловленном атеросклеротическим или воспалительным поражением сосудов. Проведение реовазографии необходимо при жалобах на онемение, похолодание в руках и ногах, ощущение судорог и это позволяет выявить признаки таких заболеваний, как атеросклероз, синдром Рейно, периферическая вегетативная недостаточность, облитерирующий эндотериолит, варикозное расширение вен, нарушение периферического кровообращения при сахарном диабете, тромбофлебит. Также еще в комплексе присутствуют методики реокардиографии, реопульманография, реогепатография, реоренография, о которых вы можете более подробно ознакомиться в нашем руководстве по эксплуатации данного прибора.